Общественный транспорт станет безопаснее и комфортнее, отмечают в мэрии Ярославля. Работа в этом направлении одна из ключевых. Сейчас в городе 120 маршрутов, из которых 89 работают по регулируемым тарифам и 31 по нерегулируемым. Ежегодно общественный транспорт перевозит более 120 миллионов пассажиров, а ежедневно на линию выходит свыше 850 единиц техники. Поэтапные изменения сети запланированы уже со следующего года, а начнут его с сокращения маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам и модернизации подвижного состава. Работа в этом направлении уже ведется. В прошлом году один из крупнейших ярославских перевозчиков получил 62 автобуса, выполнен капремонт еще 30. Такого масштабного обновления, отмечают городские власти, не было более 12 лет. Кроме того, на городских маршрутах общественного транспорта появилась возможность оплачивать проезд с помощью бесконтактной банковской карты. Эти мероприятия позволят нам значительно улучшить позиции муниципального транспорта. В настоящий момент у нас муниципальные перевозчики выполняют всего 35% от всего объема перевозок. Ну и, соответственно, у нас задача, конечно, укрепить позиции городских предприятий. Большая работа проводится в части электротранспорта. Его тоже удалось частично обновить. У города появилось 7 новых троллейбусов, а выпуск транспорта на линию перенесли из старого депо номер 1 на территорию депо номер 2 на улице Гагарина. Это позволило оптимизировать затраты перевозчика. В рамках изменения сети общий объем инвестиций в электротранспорт составит более 131 миллиона рублей. Среди задач мэрии также сокращение объема субсидий транспортным предприятиям из городского бюджета, выделение полос для общественного транспорта и создание развязок. Мы должны учитывать, что большое количество водителей, кондукторов работает в этой отрасли, так сказать, служб обеспечения подвижного состава. И все есть этот большой комплекс. Я должен сказать, что на протяжении последних лет видно его качественное улучшение.